Приветствую бойцы, как дела, как настроение? Давайте сразу пробежимся по новостюшкам, они бомбезны, потом к тематике ролика непосредственно перейдем. Первая новостюшка. Разработчики сделали нам скидочку на прокачку роботов в минус 25%. Классно. Но акция действует всего лишь сутки. Разработчики, если вы тут смотрите данный ролик, сделайте их раньше, чтобы акция действовала 2-3, а то в ближние 4 дня. А то люди не успевают. И следующая новостюшка просто супер-мега выносит мозг, нас ожидает новый робот. Робот, народная молва, назвала уже его мухой. Так что давайте ждем на тестовом сервачке новиночку. И непосредственно к тематике данного ролика переходим. Попросил я гифт Бринга Фенериры, это который с рогами, поменять на Крипто Фенериры. У них разница всего лишь с визуальной точки зрения. Они имеют оба и тот и тот плюс 10 процессов по хпшке, то есть ивентовские модельки. Ну и Крипто Фенериры смотрится брутально мощно по-взрослому, а вот гифт Бринга Фенериры имеет олинии рога, красный нос, в общем, какой-то, не знаю, детский сад, тормозок, я его так называю. Мне не нравится, я не хочу на него отыгрывать. И видите, что мне ответили? Ответил мне Сержант Таран. Сержант Таран. Спасибо за обращение, к сожалению, не могу дать просьбу, мы Пиксоники можем поменять специальную версию на обыкновенную версию, то есть вам выпал гифт Бринга Фенериры, и вы можете попросить у Пиксоников поменять его на обыкновенного Фенериры. Он потеряет, конечно, 10% по хп, но станет зато внешне обыкновенным красивым, потому что гифт Бринга Фенериры красивым я назвать не могу. Ну и вот, соответственно, они не могут, не могут даже сделать не исключение, все дела, и вы, соответственно, тоже имейте это в виду, техподдержку особо не нагружайте, однотипные вопросы не задавайте. Я попросил, не отказали, вы, соответственно, по этому же самому поводу уже не обращайтесь, там реально они зашиваются. И теперь давайте мы откроем четвертый слот, четвертый слот за тысячу, поставим туда нашего гифт Бринга Фенериры, и на нем попробуем отыграть. Возможно, болевотный рефлекс у меня пройдет, я этим роботом займусь, хрен его знает. Поставим, давайте его в ангар, по поводу вооружения, это возникнет, да, большая проблема. Проблема, то что пассивные слоты не открыты. Ладно, давайте что-нибудь поищем, поищем, что же здесь у нас имеется, ни хрена себе. А сколько? Одна, к сожалению, одна пушечка прокачанного, есть пулеметы, тоже один. Так, а это сколько? Одна штука. А тебя сколько? Одна штука. А тебя сколько? Всего по одному, пиксоники, ну и сделайте, чтобы по два раза выпадало. Я вот реально, митерзают смутные сомнения, что ставить-то? Ладно, давайте ставим желтый фон, Т4 вооружение, крутое, сейчас мы будем всех разносить. Ну и давайте огнемет поставим, наверное. Он Т3 формата, но я бы сделал лично его в формате Т4. Ничего бы не менял, а просто картинку поменял, потому что он реально, он реально тащит. Так, имеются у меня редимеры, 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 триденты. Давайте поставим редимер. Все, я готов воевать. Вот такой нелепый внешний вид у Фенерира и вот такая нелепая сборка. Огнемет, кстати говоря, сочетается с данной моделькой. Скади, Скади называется? Скади не сочетается, редимер, ну и так, наполовину сочетается. Имеет какие-то красные там, соответственно, элементы. Синенькая. Вот огнемет лучше все сочетается с данной моделькой. Все, полетели, будет у нас в ролике только данный робот, только Фенерир. Но нам остался еще пассивный модуль. А, еще и активный модуль, вернее, не работает, только с пятого уровня. В общем, наш Фенерир просто будет умирать, скорее всего, очень быстро. Полетели, посмотрим на этот процесс. Вот так наш Фенерир смотрится с лицовой своей части. Ну, смотрится как-то нелепо, ляписто. Чисто ивентовская моделька, но могут побегать. Так, тут у меня пушечка, пушечка Илюшечка. Я могу находиться в укрытии и врага уже поражать. Меня заливают кислотой. Ё-моё, кислота имеет радиус, поэтому, видите, я не подходил, не выходил на открытое пространство, но меня уже начали колбасить. Так, опускаем наш редимер. Когда опускаю редимер, у меня появляется сопротивление урона. Когда поднимаю я свой редимер, у меня сопротивление урона пропадает. На индикацию обращайте внимание, я больше не буду акцентировать внимание. Не знаю. Ну, возможно, я переборю себя, переборю роботный эффект и прокачаю его до девятого левела. Вы знаете мой принцип качать роботов до девятого левела. Почему? Потому что открываются все пассивные слота. Все три штуки. Ну, разработчики-то поменяли в одном из недавних обновлений. Большее количество роботов стало с тремя слотами. Раньше, допустим, Falcon всегда имел два слота у меня. Сейчас делали три. Но, конец, старт. Так, сейчас мы также можем в киберспортивном режиме корпус робота спрятали и... Ой. Активируем нашу пушечку. Появляется сопротивление урона у нас. И мы... Ни хрена. Даже с сопротивлением урона, потому что у меня... О, еще дот-эффект кто-нибудь пожирает. Дот-эффект исходит откуда вы знаете, не знаете, если, допустим, это из вооружения скорпиона. В хвосте у него есть ствол. И он этим стволом меня убивал. Так, в укрытие залазим. Давайте поднимаем. Опять! Снова, сказал скорпион и зарезал меня. Полетели в следующий бой. При более хорошем освещении вот так он выглядит. Красавчик. Красавчик. Клоун. Потому что все пушки разные. Когда вы бежите до маяка, вам нужно быстро-быстро прибежать. Нельзя поднимать... Нельзя опускать свой ствол. Нужно бежать с гордоподинным стволом. Тогда у вас уфинрирует скорость побольше. И если вы не поставили родного пилота, тогда у вас имеется еще щит Иджис. Он так называется. Да, я долго себя переучивал называть щит Аэгис Иджисом. Но все-таки через 5 лет научился. Ахаха. Так, так, так. Но так же, так же, так же. Если вы обожаете фенерирует, нужно ставить Бернадетту пилота. Я маяк захватил, теперь мне нужно отступать. Так, меня активно обьют, поэтому я опускаю свой ствол. И у меня появляется сопротивление урона, но скорость, к сожалению, снижена. Так, так. Ой-ой-ой. Надо ставить Бернадетту. Из Бернадетты фенерирует проявляется просто топчиком. Бернадетта отключает щит Иджис и добавляет фенериру хп-шки плюс 50%. Здравствуйте. Почему-то мне хочется Эрибаса называть избушкой на курьих ножках. Эрибас, вам хана. Ну и мне тоже, конечно. У меня первого обьюта, а вас второго. А вы даже не замечаете, для чего пиксоники сделали индикацию. На стрелочке. А? Вы на них обращайте внимание. Все, полетели, следующий бой. Этот бой был чрезвычайно скоротечный. Итак, бой начинается. Третий бой. Я очень мало играю на фенерирует и очень много играю на других роботах. Давайте этот бой будет завершающий, он будет полный. Пока мной никто не интересуется, я не поднимаю, не опускаю свой ствол, не включаю сопротивление урона. Ну и великолепно. Так, добежали. Вот здесь безопасное местечко есть. Щит Иджис меня прикрыл. Великолепно. Сидим, не высовываемся. Ждем агрессии от врагов. И вот она агрессия. Так, нападаем на врага, опускаем вооружение. Подключается у меня тяжелый, тяжелый слот Ригимер. Но щит у Эрибаса очень крепкий, или он прокачанный. Не знаю, не знаю. Ой, еще Эрибас меня проклял, посмотрите. Я стою просто и ничего не... Просто умираю. Это второй Эрибас. Все, на фенерирует я играл ровно одну секунду. Так, ну и берем уже по традиции нашего Блиса. Блис, красавчик. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Панчеры, панчеры разносят всех. У всех ютуберов, которые должны с разработчиками, вы найдете кучу роликов, как они на панчерах убивают... Как панчеры ставят на любого робота и убивают любого робота. Да. Панчеры ставят на любого робота и на этих... Здравствуйте. На этих панчерах убивают любого робота. Да. На Наташу поставь панчер, она будет разваливать Эрибинантов. Так, Эрибинантов заинтересовал со мной. У него имеются панчеры. И также, что я заметил, играя в игру робота уже 5-10 лет, они почему-то начинают нерфить на свой день рождения. День рождения у них где-то в марте, и вот в марте обычно, по традиции, у них постоянно нерфят. Я постоянно их просил, слезно умолял, пиксоники, пиксоники, ну день рождения же игры. Ну нерфите хотя бы там, ну в июле там, ну когда ему там, да, посередине там, после дня рождения. Нет, они вот прям перед днём рождения постоянно занимаются нерфами, так что посмотрим. Возможно, они прослушаются к моему совету, потому что реально это не очень правильно. У людей позитивное, хорошее настроение, они рады, что игре стукнет уже 8 лет, там 7 лет стукало. Лео, который прыгает, думаю, что это за робот такой? Десантник. Что за новый десантник, эпиксоники придумали, возможно, пропустил. Это оказался не новый, оказался старый, старый Лео прыгун. О, сливчик, Лео сливает, молодец, красавчик. Так, и соответственно, надеюсь, спиксоники в этом году у них продюсер уже новый. Третий по счёту. И возможно, он всё-таки, всё-таки... Хотя продюсеры, продюсеры, они все торгаши. Что старый продюсер, вот Фомичов был, да. Они не программисты, они не игроки, не игроки, не программисты. Они вообще не из наших кругов, они чисто торгаши. В них не важно, что продавать, игры продавать или, соответственно, дошираки продавать. В принципе, барабан. Ой, вау, нет. Так что, возможно, он просто посчитает, наш новый продюсер, как выгоднее будет, так и сделает. Ну, товарищ продюсер, ну, посчитаю, что выгоднее всего не нерфить на день рождения, потому что народного недовольства будет больше. По нерфи в юге, когда, в принципе, игровая активность падает до нуля, там даже никто и не заметит, что по нерфили, вот. Мне за идею можете начислить целых 50 платины, ибо больше я не достоин. Ну, серьёзно, даже шутки на себя сбросит все троли-каксоников. Самое лучшее время для нерфа – это лето. Лето очень низкая активность, в игру никто не играет, и даже практически большинство пользователей даже и не заметит, что что-то по нерфили. А если вы нерфите, как всегда, на Новый год, это, ой, как всегда, на день рождения игры, это очень заметно, и люди ожидают подарков от фиксовников. Сами хотят фиксовников что-нибудь подарить, там, то есть, тиразгнатить. В итоге это очень-очень больно сказывается по репутации игры, компании и так далее. Ну, повторюсь, наши сумичок, что сейчас, Бурдашов, Бермичев, Бургомистров. Бургомистров. Как-то фамилия такая у него, прошу прощения, что не запомнил. Ну, ибо, и не... Чё, как мне его запоминать, если я с ним не общаюсь. Он тоже, он тоже торгаш, он тоже не из Игра Мира. Не игрок и не разработчик. Так, что-то непонятное. Повторюсь, этим торгашем. Таша, он, в принципе, по барабану, что продавать. Игра, машина, доширак. Все схемы... Ладно, что-то, отвлекаюсь. Тихо, тихо, все, соберись, соберись. Мы выигрываем. Мы выигрываем, поэтому я, видите, сфак... Ох ты, нифрена не получил. Получил я по темечку. Я так могу спокойно поболтать на отвлеченной тематике. Ну, что ты творишь-то, а? Почему он такой крутой? Ну, давай, Равана, справься с ним, пожалуйста. Так, у Равана имеется Астрал. Вот, он стреляет по мне, я в Астрале. Сейчас занимаем выгодную для меня позицию. Корпус робота спрятали и стараемся его аккуратно убить. Но не тут это было. Подлый муровец засел, засел на крышу здания. Нажимаем ремонт. Ибо есть, что восстановить, да. А серые полоски, мы знаем, что ничего не восстанавливается. Динамиками вас бьют, если вы ничего не сможете восстановить. Но у меня была серая полоска. Потому что сверху муровец меня колбасил. И ремонт справился. Вроде бы, год, мод, или как его там зовут, по-моему, он перекачанный. Чрезвычайно. Надо бы троллик пересмотреть. Интересно, это он играл на казаках. Возможно, у него один перекачанный робот и семь казаков. Семь казаков, о, семь. Почему семь казаков? Четыре казака. И он таким образом сливает лигу. Да, есть такая практика. Просто люди играют плохо или играют четыре казака, а один робот нормальный. О, ну да, реально, реально. Скорее всего, он занимается сливом лиги. Давайте посмотрим. Но это не точно. Нет, он ничего не сливает. Он просто играет и всех убивает. За счет того, что динамики. Очень мощное вооружение. На Скорпионе смотрится великолепно. У них большая огневая мощь, но на коротком проводке времени. Они быстро разряжают свои обоимы, потом превращаются в тыкву. Карета, которая превращается в тыкву, это вот динамики, акустика, акустические даробовички. На Скорпионе смотрится великолепно. Прыгнул, врага слил, убил там, наполовину слил, сильно повредил. И обратно возвращаешься, кдешишься. А, ты попрокачивался немножко. Да. Трудный противник для меня. Ну и давайте посмотрим ливуна. Вроде бы таяц, посмотрите. Немножко я уже узнаю эти символы. Это ты на казаках играл, да? Да, вот он. Вот так, заодно на ролике мы посмотрели, как сливают люди лигу в командном режиме. Еще раз говорю, если вы хотите сливать лигу, что, естественно, пиксониками запрещается. Но это чисто мой совет от друга, потому что я с разработчиками дружу, и их политику, соответственно, не сильно могу выполнять, да? Понимаете? Не пропагандирую, так скажем. Не пропагандирую политику от компании пиксоник. Против всех, против всех, добро пожаловать. Конечно, режим полностью испортился. Я его обожал, сейчас играть там невозможно, потому что и без моих советов, там этих полным, полно ливунов. Все льют, все льют лигу, потому что подбор в игре Воробо с покупком осуществляется, и люди страдают. Люди страдают, и я тоже скоро буду страдать. У меня лига неимоверно прет вперед, хотя прокачка не прет нифига вперед. Прокачка стоит на месте. Вот такие особенности игры у Воробоц. На этом, друзья, все. Удачи вам прокачки. Пока. Пишите в комментариях, что мне делать с этим фенериером Гелдфриндом, или как его там зовут правильно. Прокачивать, не прокачивать, сделать из него обыкновенную модельку. Или вообще забить на него, ждать криптофенериера. Или вообще забить на этих фенериеров, качать Орочи, что я сейчас, в принципе, и делаю. У меня Орочи, ивентовская моделька, я и занимаюсь прокачкой Его. На этом все. Пишите в комментариях, на все комментарии отвечу. Пока. Пока.